В 2021 году по всей стране ЕГЭ по физике написали 128 тысяч школьников. По словам специалистов, это немного, но в 2022 таких ребят будет еще меньше. Сегодня в Алтайском техническом университете бюджетных мест больше, чем будущих инженеров. Физику, к сожалению, сдают каждый год, выбирают качественные предметы, все меньше и меньше ребят. Соответственно, когда доходит дело до реального поступления, мест для тех ребят, кто сдал физику, просто в разы больше, чем для тех, кто сдал. Литературу. Соответственно, даже ниже среднего сдан на физика, лишь бы не на двойку. Это те, что называются единицы. В техническом вузе для школьников прошел экзамен пробный. Абитуренты заполнили копии настоящих бланков и получили задачи, как на ЕГЭ. Овчарок и камер, конечно, не было, но каждый понял, что ему предстоит. У нас есть пробники, но они же проводятся не как ЕГЭ. Как-то я к этому отношусь не очень серьезно. А то все равно ты едешь в другую аудиторию, ты пишь в каком-то другом классе, с другими детьми. Я же тут никого не знаю. Я из Тальменки. Все так удивляются, что я из Тальменки. Удивлены и тому, что в Тальменке вообще есть педагог по узкой дисциплине. Сегодня в районах учителя физики редкость. Не хватает их и в городах. В вузе говорят, это главная причина недобора. У школьников попросту нет возможности изучить предмет. В деревне есть либо педагог-пенсионер, либо онлайн-репетитор. Они готовят одного-двух. Правда, самим школьникам физика очень даже интересна. Она окружает нас повсюду. Допустим, диффузия, когда завариваем пакетик чая. Твоя специальность какая будет? Строительный факультет. Потому что я уже попробовал себя в этой профессии, а я на стройке работал. В этом году выпускников в Алтайском крае более 10 тысяч. Из них ЕГЭ по физике сдадут всего полторы. И это в то время, когда в стране остро нужны инженеры, айтишники и прежде всего учителя физики. Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов. День с толком.